Привет, друзья! На связи юрист из будущего Самбат Алиханян. Сегодня будет полезный ролик для предпринимателей. Я расскажу несколько способов регистрации ИП и дам вам несколько полезных советов для начинающих предпринимателей. ИП, индивидуальный предприниматель, это самая распространенная форма ведения предпринимательской деятельности. Зарегистрировать ИП в нашей стране очень легко, и я этому очень рад. Давайте расскажу самые понятные и простые способы. Первый. Это регистрация путем прихода в Федеральную налоговую службу и подачи соответствующего заявления. Вы берете паспорт, приходите в территориальный ФНС регистрирующий и подаете туда заявление о регистрации ИП. Никаких документов дополнительных вам не потребуется, за три дня вам зарегистрируют ИП. Но в этом случае вам нужно будет заплатить госпошлину 800 рублей. Но мне этот способ, откровенно скажу, вообще не нравится. 21 век, ты стоишь в очереди, от руки заполняешь какое-то заявление, в котором могут быть ошибки. Я вам не советую. Еще вам нужно платить госпошлину. Есть проще способ. Поэтому второй способ. Это приложение кабинета налогоплательщика, индивидуального предпринимателя, либо сайт ФНС. Ты заходишь туда, авторизируешься с помощью своей учетной записи госуслуг, подаешь заявление, никаких госпошлин не платишь и регистрируешь ИП. Нормальный способ, понятный, но есть еще лучше способ. Третий и самый удобный способ на сегодняшний день – это регистрация ИП через банки. Банки сейчас могут выпускать электронные подписи, и многие банки такие услуги предоставляют. Мы сотрудничаем с тремя банками. Это Сбербанк, это Альфа-банк и Тинькофф-банк. В чем преимущество регистрации ИП через банки? Тебе не надо никуда ходить. К тебе приезжает выездной менеджер. Ты подписываешь заявление, которое заранее подготовлено. Этот менеджер сам загружает это все, банк каким-то образом отправляет это все в ФНС и регистрирует ИП. Одновременно с этим банк открывает тебе счет. И это очень круто. Но здесь есть детали. Детали в том, что первое – нужно выбрать вообще банк, в котором ты хочешь иметь счет, и который тебе зарегистрирует это ИП. Об этом мы запишем отдельный ролик. Вы обязательно сейчас подпишитесь на канал, чтобы его не пропустить. Я сравню, по крайней мере, эти три банка, с которыми мы сотрудничаем, и расскажу о том, вообще, какие преимущества использования счетов там. Я хочу вам еще рассказать несколько нюансов, которые нужно учесть при регистрации ИП. Первое – это вам нужно вообще определиться с формой налогообложения, с налоговым режимом. Сейчас есть ОСН, АОСН и есть, конечно же, общая система налогообложения. И при регистрации вы должны в течение 30 дней подать заявление о выборе режима. Это очень важно. Но опять же, при регистрации через банки этой проблемы нет. Ты, самое главное, ставишь галочку в графе налогового режима. К примеру, ты выбрал ОСН, ты выбираешь, что у тебя ОСН, и банк за тебя подает заявление в налоговую и сразу определяет твой налоговый режим. Второй момент, на который нужно обратить внимание – это акведы. Что такое акведы? Это виды предпринимательской деятельности, которыми вы будете заниматься. Рекомендую выбрать первым акведом, основным, то, чем вы реально будете заниматься и планируете. А в остальные акведы добавить максимальное количество видов деятельности, которое возможно. Например, вы решили торговать на Валбере с какими-то товарами. Выбрали основной вид деятельности, продажа оптом товаров какой-то категории. Выбираете дополнительный аквед – оказание юридических услуг, оказание фотоуслуг, продажа автомобилей и так далее и тому подобное. Можно фантазировать как годно. Я рекомендую максимум видов деятельности добавлять, потому что потом может оказаться, что вы смените профиль деятельности, и вам не придется делать новых действий, ждать изменений каких-то в реестре и тому подобное. Меня даже режиссер спрашивает, можно разве все акведы добавить, даже не связанные с той деятельностью, которой ты занимаешься. Я хочу ответить – да, ты можешь добавить любой аквед, даже все, что есть в перечне видов деятельности. Вот можешь все добавить, и я советую так делать. И на налоги, конечно, это никак не влияет. Сейчас, внимание, важная информация для тех, кто уехали из России. Много людей уезжают, но при этом где-то свободно во фрилансе занимаются предпринимательской деятельностью в России. Для вас есть новость. Через Сбербанк мы можем вам помочь зарегистрировать ИП в России, находясь за границей. Это уникальная возможность. Главное – иметь загранпаспорт и мой контакт. Вы с нами связываетесь, и мы вам регистрируем ИП, вы находитесь за границей, при этом осуществляете деятельность в России. Вы просто можете получать деньги на ИП, имея карту, и переводить эти деньги дальше на свою личную карту, на зарубежные счета. В общем, это очень удобно. Как я и говорил, мы сотрудничаем с самыми крупными банками России, со Сбером, с Альфой и с Тиньковым. В описании к этому ролику я прикреплю ссылки реферальные. Вы можете перейти, зарегистрировать ИП, открыть счет, и для вас будет бесплатное обслуживание. Лично от себя рекомендую открывать это все через Сбербанк. Мы сейчас активно с ними сотрудничаем. По нашей ссылке вы можете получить тариф, который предполагает на год полное бесплатное обслуживание, и, в принципе, получить удобный сервис от Сбера. Но если у вас остались какие-то вопросы по работе ИП, по ведению бизнеса, вы всегда можете обратиться в мою компанию. Наши специалисты вам ответят, либо я лично проведу для вас консультацию. Переходите также по ссылке, которая в описании, и оставляйте заявку. Ну а с вами, как всегда, был юрист из будущего Самбат Алиханян. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok